На мой взгляд была интересная игра, было много борьбы, команды достаточно создали хороших моментов голевых, как и мы, так и хозяева. Но, к сожалению, мы своими моментами не воспользовались, а хозяева свои шансы реализовали, поэтому на такой счет 3-1. Пожалуйста, вопрос. Закономерен такой результат, потому что первый тайм ваша команда как-то свежее была и в подборах хозяев опережала, а второй тайм как бы просел показал. Ну, мы неплохо провели первый тайм, я думаю, что немножечко нас психологически сломало, гол раздевалка, то есть на 45-м минуте буквально мы пропустили угол и, может быть, ребята немножко нагломились в этом плане. Ну, при счете, во втором тайме, при счете 1-1 мы имели два хороших момента, чтобы забить и выйти вперед, и тогда бы, я думаю, что мы выдавили бы игру до победы. Ну, в общем-то, нам нужна была тоже победа как хозяева, мы большими силами атаковали и пропустили две быстрые атаки, и поэтому мы проиграли. Пожалуйста, еще вопросы. Александр Михайлович, прямо вот перед нашим матчем активно разговоры пошли о том, что разделить лигу на две зоны, ну, там, две-три. Ваш клуб, как никто, заинтересован, или не заинтересован в этом, ваше отношение Владивостока к разделению ФНЛ, или вы хотите остаться как было, ваше отношение? На мой взгляд, нужно вернуться к прежней системе, когда команды ездили на две игры. Улетел на запад, сыграл две игры, вернулся, у себя сыграл две игры. И все мы тогда было удобно, и многие тренеры, и сейчас говорят, что та система, она была удобна для команд, и с Дальнего Востока, и на Западе. Ну, сейчас другая система придерживается, и почему-то не хотят возвращаться на эту систему. Вот такое мое мнение. Спасибо, у вас был вопрос. Ну, то, что какой мы план вырабатывали на протяжении вот этого подготовительного периода, в течение двух, можно сказать, одного дня. В принципе, он сработал, ребята добились победы, это, наверное, самое главное. В плане перестроения они более-менее усвоили те требования, которые за эти занятия чуть-чуть новыми мы принесли. Не до конца, конечно, освоили некоторые игроки, пришлось там славки подсказывать, уплотнив игру в средней линии, в задней линии. И, конечно, мы в первом тайме много борьбы проигрывали, именно в подборе мяча, вследствие чего и соперник выглядел предпочтительнее. Ну, конечно, пропустили, такой угол нелепый на встречном курсе, неоправданный выход был с задней линии, видно, что игрок из середины поля выбегает, не сопроводив его выход один в один после ворот. Конечно, нелепые ошибки. Позиционные именно ошибки. Но это все устраняем, потому что при каждодневной работе и напоминании надо в экстренном порядке эти недочеты убирать. В втором тайме ребята проявили характер, более осмысленно и услышали в перерыве, наверное, тринский штаб, как нужно действовать, с каким рвением и желанием. Видно было, устали, но из последних сил добились победы. Благодарен ребятам за понимание, молодцы. За счет чего во втором тайме удалось переломить? В первом тайме по подбору в основном и борьба за гостями была, а во втором тайме Владивосток просел заметно. Это было связано с голом в раздевалку, наверное, или вот на что акцент делалось в перерыве? У нас? Да. О чем? Я же, простите, сказал, что в плане подбора, но первый тайм, ну, большинство единобор спроигрывали именно вот эти отскоки. Ну, мы говорим о том, что вы видели, и соперник упростил игру, и все команды, которые сейчас будут приезжать, наверное, я так думаю, будут упрощать. Упрощать до минимума. Это не говорит о том, что там просто бить вперед. Но в тех ситуациях, когда в задней линии идет напряжение, идет активный прессинг, то есть накрывают играть. Больше на этом поле приходится играть длинную передачу. Соответственно, мяч вверху, игроки борются в атакующей линии, средняя линия должна мяч подобрать. Вот. И у нас во втором тайме именно акцент был сделан на то, чтобы три центральных, три полузащитника, которые, один из крайних полузащитников, поднимается выше для того, чтобы верховую борьбу, если выиграет игрок во фланге, должен оказываться, сохранять там мяч. А три должны здесь активно вступать в подбор мяча для того, чтобы в средней части поли завладеть мячом и провести атаку. В большей степени на это. Ну, и, конечно, на ошибки, которые в плане перестроения. Потому что бывает запаздывать в перестроении, уже идут, нужно идти раньше, но это в плане мышления проблемы большие. Это нужно доводить до автомата все. В плане перестроения здесь работа много. Технический брак, ну, он всегда есть и будет. А здесь можно наладить, поэтому мы и попытаемся это сделать. Ну, и ребята уяснили то, что нужно агрессивно играть в атакующих действиях, доходить до штрафной площади и больше делать обостряющих передач. Сегодня они были. Это радует.